Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 420. Прочитайте слова в таблице. Правильно ли их расположение в соответствии с написанием одной или двух «н» в суффиксах прилагательных. Спешите, делая необходимое исправление. Затем составьте одно или два предложения со словосочетаниями из таблицы. Напишем слова, где содержится одно «н» в суффиксе прилагательного. Это слова «масляное пятно», «песчаный берег», «глиняный горшок», «комариный укос», «корфяное болото», «мышиная нора», «кожаный портфель», «ветренный день». Две буквы «н» в суффиксах – регистрационный лист, бесчисленные звезды, деревянный стол, стеклянный шар, чугунный рельс, клюквенный сок, соломенная крыша, овчинная шуба, оловянный солдатик, безветренный день. Ветренный день – это слово-исключение, поэтому мы пишем «безветренный день». Юный спортсмен занял первое место. И второе предложение. На дворе стоял ясный и безветренный день. Из данных таблиц следует убрать два словосочетания. Это те словосочетания, у которых «н» находится не в суффиксе, а в корне. Поэтому данные словосочетания ни в первую, ни во вторую графу таблицы записывать уже не нужно. Выделим суффиксы в данных словах. Масляное суффикс «ян», песчаный «ан», глиняный «ян», комариной «ин», торфяное «ян», мышиное «ин», кожаный «ан», ветряный «ен», регистрационный «он». Наши суффиксы «он» и «ен» с двойными согласными. Деревянный суффикс «ян», так как это слово-исключение. Стеклянный суффикс «ян», слово-исключение. И оловянный суффикс «ян». Чугунный суффикс «ян», основа на «ен», клюквенный суффикс «ен», соломенная суффикс «ен», он «ен». Овчина на «ен», суффикс просто «ен», безветренный суффикс «ен». Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на наш канал. Есть предложения или пожелания? Оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь. До следующего видео. Субтитры подогнал «Симон»